Всем привет! С вами инженер-электрик и Кимов Игорь. В этом ролике разберем, как подключить УЗИ к старой двухпроводной схеме электропроводки, в которой кроме нуля и фазы ничего нет. Эта схема подойдет для проводки с системой заземления ТНС. Особенности подключения для этой электропроводки я расскажу в ролике. У меня на канале уже есть ролик по подключению УЗИ к электропроводке с системой заземления ТТ и ТНС. Ссылку я оставил в описании. У меня будут на канале и другие видео по системам заземления и другим тонкостям электрики. Подпишитесь на канал, чтоб их не пропустить. И особая благодарность за ваши лайки и репосты. Рассмотрим схему, который будет подключаться УЗИ. Она простейшая. Стоит в одной автомат, за ним стоит электросчетчик, после электросчетчика подключено реле напряжения и завершает схему дифавтомат. В квартире задействована только одна линия. Некоторые электрики эту схему называют как электропроводка с системой заземления ТНС. Но это неверно, так как эта система может быть таковой, если есть полноценная шина ПЭН с сечением по меди не менее 10 мм квадратных или по алюминию не менее 16 мм квадратных. Причем должна быть обеспечена высокая надежность соединений. Это только можно назвать двухпроводной системой распределения электроэнергии, нуждающейся в реконструкции. Как мы видим, водной автомат и электросчетчик в нашей схеме опломбированы. То есть я могу поставить УЗИ только после электросчетчика. Для чего я буду его ставить? УЗИ, или устройство защиты от импульсных перенапряжений, это устройство, предназначенное для защиты электрической сети и бытовой техники от перенапряжений, которые могут быть вызваны прямым и косвенным воздействием удара молнии, а также переходными процессами в результате коммутации или неисправностей в электросети. Из-за высоковольтных помех в сети у меня дважды зависало реле напряжения. Это происходило во время сильного ветра. В местах соединения на линии электропередач из-за ветра происходит искрение. В результате высоковольтные помехи в сети приводят сбою электроники. УЗИ частично решит эту проблему, но это китайское реле я буду все равно менять. Это будет темой следующего ролика. В нем я не только его поменяю, но и объясню почему. Также вы увидите, какое реле напряжение я приготовил ему на замену. Подпишитесь на канал, чтобы это видео не пропустить. Вот я подключил УЗИП. Я его подключил между фазой и нулем. Тут я применил хитрость, которая усилит живучесть УЗИП. Я поставил эту перемычку. Теперь два элемента УЗИП подключены параллельно. Максимальный ток одного элемента УЗИП 40 кА. А так как они подключены параллельно, то этот ток будет в два раза больше. Пока напряжение в сети стабильное и меньше номинального напряжения УЗИП, в нашем случае это 385 вольт, то ток через него не проходит и на работу схемы он не влияет. УЗИП встроены мощные варисторы, которые имеют нелинейную зависимость сопротивления от приложенного напряжения. Как только напряжение на зажимах этого варистора резко повышается выше номинального значения, то его сопротивление также резко уменьшается и фактически высоковольтный импульс варистор пропускают через себя на землю. При этом напряжение на его зажимах не превышает напряжение, на которое рассчитана изоляция в бытовой аппаратуре. Для данного УЗИП это напряжение 1,8 кВ, которое может быть в момент пика высоковольтного импульса. УЗИП ограничивает напряжение, поступающее на бытовую аппаратуру, а избыток напряжения гасится в подводящей линии. Подробнее я описывал в прошлом ролике. Этот же ток протекает через входной автомат, в котором срабатывает динамическая защита, и он отключает подачу электроэнергии в квартиру или дом, защищая при этом бытовые приборы. В зависимости от силы импульса тока УЗИП может его выдержать и дальше быть использован, а может сгореть, защитив наши приборы. При этом зеленая метка в окошке УЗИП станет красной, и это показывает, что его нужно заменить. При этом можно заменить как весь УЗИП, так и отдельный элемент, который можно вынуть и поменять. Высоковольтные импульсы могут не только вывести из строя бытовую аппаратуру, но могут сжечь и приборы защиты, такие как стабилизаторы напряжения и реле напряжения. Поэтому ставить УЗИП однозначно нужно, если вы хотите защитить всю аппаратуру в доме от этих импульсов. Давайте запустим схему. Реле напряжения диагностирует напряжение в сети и включает нагрузку. Дифавтомат у нас уже включен. При относительно небольших колебаниях напряжения у нас нагрузку защищает реле напряжения. При высоковольтных импульсах у нас защищает бытовую аппаратуру УЗИП. От поражения электрическим током и утечек у нас защищает дифавтомат. То есть мы максимально обезопасили нашу проводку. В системах распределения электроэнергии ТНСС схема похожая, только УЗИП подключается между фазой и проводом ПЕ, или ПЭН, если в щиток заходит именно он. Смысла ставить УЗИП между нулевым проводом и землей никакого, так как они уже в пределах дома электрически соединены, и разности потенциалов и заявлений с электропроводкой за пределами дома не возникает. При этом следует подключать УЗИП к проводу ПЕ, а не к нулевому проводу, так как в проводе ПЕ созданы лучшие условия для надежного контакта и оно неразрывно после главного щита. В трехфазной схеме ТНСС схема подключения УЗИП похожа, но только применяется три элемента УЗИП по одному на каждую фазу. Они также подключены между проводом в ПЕ и фазами. Я думаю проблем с этим у вас не возникнет. В следующем ролике я поменяю китайское реле напряжение на более надежное и объясню, почему я это сделаю. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. Свои вопросы и свой опыт по работе с УЗИП пишите в комментариях. Поделитесь видео с друзьями и до встречи в новых и старых роликах.